Всем привет! Это Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Сегодня проводя ревизию в своем семенном фонде, вот растения у меня специально отложены, которые на семена, я решила осветить один вопрос, которому вряд ли вы придаёте большое значение при выборе сортов. Потому что когда вы будете выбирать осенью, я выставлю фотографии очень много сортов внешне похожих, но совершенно разных по техническим характеристикам. Вот смотрите, розовый мясистый и красавец мясистый, оба крупноплодные, одинаковые почти и почти ничем не отличаются. Такой же малиновый мясистый и такой же розовый гигант. Все они розовые. Но если мы прочитаем, то мы увидим, что розовый гигант только для защищённого грунта. Значит в открытом грунте он не даст вам хороший результат. Растение под 2 метра 1,8 и плоды 200-300 грамм. Но если мы прочитаем вот это вот, описание этого сорта, он почти такой же. Для открытого грунта и плёночных укрытий. Значит этот универсальный можно высаживать и на улице и в теплице. Но растение штамповое всего 50 сантиметров и не требует посынкования. Вес такой же. И вот смотрите, значит одинаковые плоды, одинаковые картинки. И по картинкам выбирать нельзя. Нужно обязательно смотреть для теплицы или для открытого грунта. Какой он детерминантный или детерминантный или штамбовый. Вот красавец мясистый. Тоже такой же. Но написано, что... Так. Сорт салуза. Только для плёночных укрытий. Растение индетерминантное. 2 метра. Урожайность 7 килограмм с квадратного метра. Вот этот двухметровый. И он даст вам хороший урожай только в теплице. У кого нет теплицы, значит на него не надо ложить глаз. Надо выбирать другие.